По-новому посмотрим на отношения до брака. Тема семинара не мной придумана. Я не знаю, получится у меня как-то по-новому посмотреть на отношения до брака. Хотя ничего нового под солнцем нет, все достаточно старенькое. Но, тем не менее, несколько таких добрых советов, размышлений я вам расскажу. Для начала хочу рассказать, как моя такая история была интересной. Мне кажется, Бог меня провел таким путем в создании семьи, в постоянной отношении с моей женой, что я думаю, как Он дал мне пережить такие вещи, которые, казалось бы, должны дойти чуть попозже, а не в отношениях до брака. Я впервые приехал в христианский лагерь, когда позвонила мне директор лагеря и попросила меня быть спортинструктором. Я-то был в церкви, но был тогда еще грешником. Такая, знаете, двуличная жизнь была у меня. И вот как-то Господь дал возможность поехать спортинструктором. Но она не знала, что я такой лицемер. Вот, и я поехал. У меня со сборами спортивными все совпадало. Я поехал в христианский лагерь. И вы знаете, в лагере я, когда мы приехали в другой город, это было где-то 5 утра, поезд пришел. Я увидел девушку в розовом сарафане. И тогда я подумал, что хороший лагерь в принципе. Ну, христианский и неплохой уже. Вот, значит, такие кудри были. И как бы глаза голубые. Я подумал, что отлично лагерь. И знаете, как человек невозрожденный, я думал, что надо добиваться. И были определенные инструменты, как это делать. Инструменты сформированы абсолютно на голливудском представлении, как это делать, да. Ну, я тогда был спортивного телосложения. Мне казалось, что остроумный тогда был. В общем, я начал делать все, что я мог. Но я понял, что не работает. Позже моя жена говорит, ты мне был отвратителен. Но ты не был отвратительным всем девчонкам с моего отряда. Вот, вы знаете, как-то и меня ее реакция очень сильно смущала. Я не мог понять, почему. Потому что обычно все работает, а тут не работает. Вот, но она тогда уже была возрожденным человеком как раз. И она не давала мне повода подумать что-то большее. В том лагере я покаялся. И вы знаете, ну, мои изменения, они стали как-то очевидными для всех других. И, в общем, моя будущая жена написала мне такое письмо в конце лагеря. Мы жили в разных городах. Я во Владивостоке, она в Уссурийске. И в этом письме она написала, что, ну, вообще что-то доброе. Там содержание было такое, что в жизни христианина бывают разные моменты. Бывают пустыни, бывают, ну, такие классные, радостные моменты. И, в общем, давай там все переживи. И в конце она написала «С любовью во Христе». И вот я увидел слово «С любовью». И это была ее первая ошибка фатальная. Потому что я за эту фразу зацепился, как только мог. Я такой думаю, она мне написала «С любовью». Ну, как бы там во Христе, но как бы это не так важно было. Тут вот самое главное «С любовью». Все. Вот это просто дало мне такой повод думать, что все нормально. И я, в общем, знаете что, я стал приезжать к ней в Уссурийск, хотя я жил в Владивостоке. И состояние влюбленности, не знаю, вам, наверное, каждому известно, ничего общего где-то с любовью не имеет состояние влюбленности. На самом деле это просто нужные гормоны, выделяющиеся и доставляющие нам радость. Когда мы общаемся с определенным человеком, вызывается просто химический процесс, который, ну, сродин тому, что нам просто хорошо. И из-за этого, вот когда мы ломим такую ассоциацию, что мне хорошо с этим человеком, зачастую мы говорим «Я влюблен», то есть мне хорошо, знаете, там как бабочки в животе летают, там все так радостно. Вот у меня было такое состояние, и я думал, как же хорошо жить. Я вообще не сторонник того, чтобы просыпаться рано утром, но чтобы мне оказаться в Уссурийске на богослужении, мне приходилось вставать в 4 утра. Как вы думаете, трудно было мне вставать в 4 утра? Вообще по щелчку. Я, у меня такое ощущение, на электричку просто, знаете, прыжками вот так летел. 2 часа 40 минут ехать до Уссурийска. Я думал, это было потрясающее время, знаете, утро, рассвет, я мчусь. Вот, и так я ездил, я как бы обосновывал все это. Я брал с собой разных братьев, говорю, там хорошее молодежное служение, нам нужно туда ездить, чтобы перенимать опыт. Но на самом деле, ну, на самом деле никакого опыта мы не перенимали, я просто хотел ее увидеть еще раз. Раньше у нас было, знаете, такой плюс по сравнению с современным обществом. Вот сегодня вот эти безликие сообщения и эмоджики, они, ну да, выдают какие-то эмоции, но раньше было все намного круче. Тебе нужен был листочек бумаги, и там ты писал что-то от руки, да, и где-то переживал, как не допустить ошибку, поэтому приходилось открывать орфографический словарь, все это смотреть. Но я в первом же письме и пролетел серьезно, у нее фамилия была Левицкая, и я написал Левицкая, а надо было букву «С» оставить. И когда я уже отправил письмо, мне об этом сказали, я просто мучился. А еще такой лайфхак был у нас, знаете, мы на письмо, на бумагу пшикали туалетную воду, и была такая задумка, что когда девушка разворачивает письмо, то идет аромат, и она такая думает, какой он классный. Вот, были такие методы тоже, трюки всякие разные. Вот, и вот как-то так строились отношения, вы знаете, она отвечала мне порой, тоже какие-то письма, знаете, бумажки какие-то передавались тогда. Я в каждом ее письме почему-то понимал, что я ей симпатичен. Ну, а вот это оставалось с любовью во Христе, или, знаете, дорогой брат. Вот слово брат я не так хорошо видел, а вот слово дорогой, оно прям бросалось в глаза. Я такой, я дорогой для нее? Вот, и в общем, так продолжалось какое-то время, и вы понимаете, что привязанность уже есть, формируется у меня привычка уже определенная, и зависимость даже. То есть для меня она была как та, ради которой я живу, и я просто уже, ну, все, никого не видел в округе. Я учился в неплохом университете, вокруг было много симпатичных девушек, но когда ты влюблен, у тебя как бы есть только одна. И я стремился, как только мог, в общение, чтобы как-то поехать в Уссурийск. И вы знаете, со временем произошло вот что. Я узнал, что, оказывается, в Уссурийской церкви есть парень, который через нее пришел к Богу. Его звали Денис, и он ведущий на телевидении, он ведущий какой-то программы на Европа Плюс, он ведущий городских концертов в Уссурийске на площади. У него свой бизнес, ну, короче, провальный оказался в итоге. Это прокат DVD, ну, сейчас вообще не работает. Вот, а тогда оказалось это очень мощно. А я был тогда студентом четвертого курса университета. И, в общем, представляете, я узнаю, что он пришел в церковь, она его как бы привела, как будто бы. Вот, и он стал приходить тоже к ней домой. Он безумно нравится ее маме, моей тещи. Ну, я тогда она не была моей тещей. Он безумно нравится ее маме. И я, и знаете, ну, что стало происходить, да? Ну, не то, что конкуренцию я стал почувствовать, ну, я подумал, как-то неправильно все это. Дорогой брат, с любовью его во Христе, ага. А тут бац, вот такая ситуация. И, в общем, какая-то поездка у нас была в Хабаровск. Это на поезде одну ночь, примерно на расстоянии, как Москва и Петербург. Мы поехали, была молодежная поездка. И, в общем, на обратном пути я ей говорю, надо пообщаться. Она говорит, давай. Все, и мы общаемся. И я задаю один вопрос. Я говорю, так и так, ну, вот эти все письма, вот это все туда-сюда. В общем, говори, он или я, потому что, ну, я не могу так жить. И она, глядя на меня, знаете, что говорит? Она говорит, он. Я говорю, как он? Она говорит, ну, так, вот он. Я выбираю его. Как я тогда обиделся? Просто это невероятно. Я пошел, отвернулся. Там молодежь сусурийская выходила. А когда они вышли, а я злодиево столько был один. И, в общем, вся молодежь вышла, а я смотрю в окно поезда, а там такая картина классическая. Вот вы не представляете. Там картина следующая. Идет дождь. И вот это Денис в черном плаще с зонтиком встречает его у поезда. И они вот так вот уходят от поезда. Я все это смотрю в окошко. И на душе так тяжело. А тут еще в поезде машинист включил песню. Там что-то такое. Между мной и тобой тонкая нить, что-то... Не, ну серьезно. Вот так все и было. И так тяжело. Просто невероятно. То есть, ну, меня дали... Как бы меня влюбили сначала, а потом меня отвергли. И так тяжело было. И знаете, потрясающий момент, что я тогда уже был возрожденным человеком. И, в общем, в поезде я тогда ехал. Вот эти два часа, это была просто, наверное, одна из самых невероятных молитвенных поездок. И так получилось, что в вагоне никого практически не осталось. Как-то все вышли в уссурийский. Я просто хожу по своему купе. Я говорю, господи, сделай что-то со мной. Ну, я не хочу так дальше жить. Она сделала выбор. Освободи меня от этих мыслей. Потому что я просто где-то полгода жил ей просто. Я откладывал деньги, которые у меня были со стипендий. Я где-то экономил. Знаете для чего? Для того, чтобы пойти в Телеграф, там, закинуть эти копейки и звонить и общаться. И была беда такая, когда мама ее трубку брала. Говорит, алло, я должен с мамой поговорить. А деньги-то идут. Вот, я так, здравствуйте, там, туда-сюда. Вот. И, в общем, я выхожу в Владивостоке. Вы знаете, тогда была такая мысль у меня. Если она будет счастлива с другим, счастлива, то тогда я не должен мешать. И сегодня я понимаю, что в этом и есть выражение любви. Когда я желаю счастья другому человеку. И любовь в браке, например, если мы говорим про семью, то это когда оба желают счастья друг другу. И тогда, ну, этот брак, который приносит радость обоим. А не тогда каждый говорит, люби меня. И вот тогда мне пришлось это пережить. То есть я просто ради нее, ради ее счастья. Потому что мне казалось, он более успешный. Он красивый. Он верующий уже. И они так классно смотрятся. Я подумал, что она будет очень счастлива. И, знаете, я вышел во Владивостоке. Вот когда я шел по площади, я понимал, что я свободен. Вот как-то Бог дал, знаете, Господь же как-то действует в нашем сердце. Вот буквально я порой молюсь Ему, когда у меня в сердце возникает зависть. Я не борюсь с ней сам, потому что мне кажется, это бесполезно. А я говорю, Господи, я не хочу так жить. Я завидую. И Бог что-то делает. Он меняет атмосферу моего сердца. Или обида, то же самое. Или радости нет, печаль какая-то. Вы знаете, мы можем молиться Богу, у Которого как раз есть все, чтобы наше сердце привести в порядок. И тогда я вышел с этого поезда, и я почувствовал, что есть эта свобода. То есть у меня нет вот этого такого рабства, что я не могу как будто бы выбирать. Ну, я такой страдалец. Я вышел, вдохнул свободный воздух и пошел. Следующие несколько месяцев я провел в служении. Я наконец-то вернулся в учебу. Знаете, я такой, ого, оказывается, домашнее здание надо выполнять. И так далее. Я вернулся на свою секцию так полноценно. И я жил. Ни одного звонка не было, ни одного письма не было. То есть я абсолютно отпустил. Вот. И было реально легко на сердце. Не то, что, знаете, я страдал. А было легко. Были разные проекты молодежные, где мы все равно пересекались. Но было легко. Я не искал встречи, как-то общения. Было легко. И вот снова молодежный лагерь. Вернее, не молодежный, а детский лагерь. Христианский лагерь. И мы приезжаем. И Таня мне говорит, Максим, я хочу с тобой поговорить. Я говорю, ну давай. Я не знал, о чем она хочет поговорить. Я думал, может быть, мое предположение было, что она хотела сказать, давай, давай во время смены, как бы без этих всяких, ну там, Санта-Барбары. Я думал, об этом хочешь поговорить. Я говорю, давай. Она такая, ну все, встречаемся на ручье. А за лагерем был такой ручей и там деревья, красивое место. Я, в общем, прихожу туда, и она говорит, ты знаешь, вот эти месяца я думала, молилась. И, в общем, тогда в поезде я ошиблась. Мощно, да, уже? Она говорит, я поняла, что с ним у меня не так много общего. То есть он неплохой бизнесмен, он классный парень, но мы с тобой всегда были в служении, и я поняла, что я хочу быть в служении. И вы знаете, в тот момент, ну все, что было законсервировано во мне, оно как бы стало расконсервироваться очень мощно. Вот. Я понял, что, ну Бог дает мне такую возможность. Знаете, мы поговорили обо всем об этом. Я говорю, что дальше? Он такая говорит, ну дальше можно строить отношения. Мы взяли за руки, и я говорю, давай помолимся. И мы молились, и сейчас вообще будет мощная просто фантастика. Дело в том, что в лесу, вы знаете, очень быстро темнеет. То есть буквально пару минут, может, если солнце только ушло чуть за горизонт, то в лесу сразу становится темно. И представляете, мы буквально помолились, я не знаю, ну минуту, две, три. Открываем глаза, уже достаточно темно, и вокруг нас летают светлячки. Вот буквально, и их много. Они летают, и я думаю, это какой-то спецэффект. Но потом я подумал, что это Господь его дал. Ну, и она точно поняла, что, ну короче, это от Господа. Ну, это было фантастически на самом деле. В лагере мы старались держаться как-то там, ну, друг от друга подальше, чтобы никто ничего не заподозрил. Но все равно люди все стали понимать. Вот. И затем я сделал ей предложение. Вот. Это было, конечно, страшно, тяжело. Мы год готовились к браку после объявления о том, что мы собираемся вступить в брак. Готовились к браку и поженились. Вы знаете, и вот уже мы сколько, 19 лет в браке, и я понимаю, что и она понимает, что Господь так удивительно нас провел. И я хочу вот вместе с вами сегодня поговорить о том, как строить отношения до брака, чтобы потом не сожалеть о том, что это не мой человек. Потому что сегодня, например, даже в служениях, я думаю, что если даже не брать сферу, например, пастырства, а любую сферу, если вы не служитель даже церкви, то важно иметь того человека, который будет вам помогать, а не просто вас топить. И вот как-то нас Бог свел, мою жену и меня у нас были одинаковые ценности и одинаковые мечты. И сегодня мы друг другу помогаем. Бывают трудные моменты, конечно, когда, ну, можем топить, но это очень редко, и Бог как бы все это корректирует. Итак, несколько советов. Первый совет, для того, чтобы вступить в брак, тебе нужно уже быть счастливым человеком. Что я имею в виду? Дело в том, что когда многие думают, что я сейчас неполноценный, это вот первая ошибка, которую допускают люди, которые еще не замужем или не женаты, что мне для полного счастья не хватает человека. И такая картинка, она на самом деле сформирована не Евангелием. Она сформирована больше, наверное, Голливудом, потому что все самые милые события происходят тогда, когда мужчина и женщина, парень и девушка встречаются, играет красивая музыка, классный саундтрек, закат солнца, ресторан и так далее. И вот это, знаете, вызывает в нас такие ощущения, что вот оно, подлинное счастье. Конечно же, счастье, хочется сказать, что его нужно с кем-то разделить. И должен быть рядом человек. Но на самом деле мы с вами должны, если мыслим по-евангельски, признать следующий момент, я могу счастлив быть независимо от того, кто со мной рядом. Я могу быть счастлив даже один, потому что со мной рядом уже тот, который дает мне счастье. Я имею в виду Бог. И это очень важный момент, друзья. Я абсолютно исповедую, что только счастливый человек может сделать счастливым другого. Если вы не познали счастье и ищете его в другом человеке, что вот я стану его женой или я женюсь или выйду замуж, и тогда вот придет полнота жизни. Друзья, не придет эта полнота жизни. Когда два человека с проблемами, и оба пустые, оба неудовлетворенные, встречаются и собираются строить семью, то они будут просто друг другу, если можно сказать, выносить мозг. Они будут друг друга постоянно тыкать, потому что они уже внутри не имеют этого потенциала, а счастливее другого. Поэтому первое условие вступления в брак – вы должны понимать, что вы сами удовлетворены в Боге. И вы вступаете в брак не потому, что он или она сделает вас счастливыми, а вы вступаете в брак, чтобы быть эффективными для Божьей славы. Ничего нормально? Не сложные такие темы? Я попробую дальше как-то все это проще объяснить, но я думаю, достаточно понятно. Поэтому вы и ваш избранник, вы должны четко понимать, что вы уже счастливы в Боге оба. И тогда ваш брак, он будет, вы будете друг друга осчастливливить, если можно так сказать. Второй момент. Влюбленность и любовь – это не одно и то же. Понятно, что в браке есть определенные ощущения, чувства, как мы называем. Но то, что испытывают два человека, мужчина и женщина, парень и девушка, на моменте встречаний, это нельзя назвать любовью. Зачастую это просто влюбленность. Чаще всего это работа гормонов, которая вызывает, как я уже рассказывал, вот этот момент эйфории. Любовь – это конкретно выбор, когда я выбираю любить человека. И мы с вами должны понимать, что это решение, оно не зависит от моего настроения. Я выбираю любить человека, ее, если вы мужчина, или его, если вы женщина, невзирая на то, как он себя повел по отношению ко мне. Я выбираю любить его. Поэтому не надо путать. Иногда, когда мы консультируем молодые пары или людей, которые приходят, говорят, мы хотим вступить в брак, зачастую это, знаете, такие, они говорят в основном об эмоциях. Мне хорошо с ним, мне хорошо с ней. Но вы представляете, если бы мы только руководствовались эмоциями, то, наверное, сегодня бы не было разводов вообще. Потому что, ну, вам же хорошо. Но приходит что-то в жизнь, когда нехорошо становится. И поэтому любовь настоящая, она приходит, по сути, только в браке. Когда ты выбираешь любить, даже если тебя где-то ранят. Неважно, как она выглядит, ты все равно ее любишь. И ты все равно готов говорить комплименты. И вот как не ошибиться с этим человеком. Есть несколько принципов. Я их всего три выделил. И вот с вами о ней хочу поговорить. Первый принцип. Вопрос, который нужно задать себе. Принимаю ли я человека, какой он есть? Это первый принцип. Принимаю ли я человека, такой, какой он есть сейчас? Его внешние и внутренние качества. Внешние мы говорим о физических каких-то проявлениях. А внутренние – это характер. Готов ли я прожить с этим человеком всю жизнь? Не с моим идеалом, а именно с этим человеком, вот который сейчас передо мной. В чем заключается проблема зачастую? Проблема заключается в том, когда девушка, например, думает, ну, он исправится. Он сейчас такой, да, ну, я поработаю над ним немножко, и он станет лучше. Да, он сейчас жадный, но я уверен, что я помогу ему стать нежадным. Да, он сейчас такой весь серый, такой хмурый, я ему помогу стать более радостным. Или парни, да, ну да, она сейчас немножечко такая, но она потом приведет себя в порядок и будет лучше. Нет. В задаче вопрос, если у вас сегодня, или если у вас когда будут отношения с кем-то, принимаете ли вы человека, какой он есть сейчас? Не тем, кого вы его сделаете, или со своим идеалом, как вы думаете, что он таким станет, или обещание, я точно изменюсь, я буду таким, как ты хочешь. Друзья, не будет, не будет уже сегодня, если у вас идет подготовка к браку, если вы сегодня говорите о том, чтобы строить отношения на всю жизнь, то вам сегодня нужно принять человека такой, какой он есть, его внутренние и внешние качества, и быть готовым прожить с этим человеком всю жизнь. И в кризисе, и в старости, и в болезни, понимаете, там уже включается любовь. Потому что парни, которые ценят только внешнюю красоту, должны понимать, что после родов у женщины начинается чуть другое состояние ее тела и так далее, и так далее. Мы должны понимать, что в отличие от такого букетно-свиданного процесса, семейная жизнь наполнена и бытовыми вопросами. И, к сожалению, сегодня я вот замечаю, когда мы, создаются семьи, и потом, когда мы в основном проводим душеповечение или консультирование, мы видим, что возникают какие-то ужасные проблемы, и они не готовы друг друга принимать. Лучше задать этот вопрос до брака, чем когда вы вступите в брак. Второй вопрос, который стоит задать. Наши отношения истощают меня или наполняют? То, что происходит именно в момент подготовки к браку, в браке оно чаще всего гипертрофируется, то есть оно увеличивается. И если ваши отношения до брака, они вас, знаете, после общения или после каких-то встреч, вы чувствуете себя опустошенным, вы понимаете, что нет какого-то восторга. Да, есть какая-то определенная симпатия, есть понимание того, что, возможно, это твой последний шанс и так далее. Лучше не будет, они все такие ужасные или что-то подобное. Вот это очень важный вопрос. Дело в том, что ваши отношения не должны вас созидать. Если они вас не созидают, то либо вам нужно в процессе того, как вы будете проходить подготовку к браку, увидеть, что именно мешает. Бывает проблема такого закрытого сердца, и просто при грамотном консультировании, душепопечении, получается в общении достигать того, что люди могут друг друга наполнять. Но это очень хороший вопрос. Если до брака ваши отношения не вдохновляют вас, вы где-то угасаете. Угасаете даже, знаете, в разных сферах жизни. Здесь вещь идет и о, например, если вы студент, и у вас есть отношения, и вы понимаете, что ваши отношения вас опустошают даже в вашей учебе, в вашей учебе, вы ее забросили, то ваши отношения, понимаете, они не идут в плюс, они как будто бы вас топят. Это такая влюбленность, которая закрывает глаза на многие вещи, но в будущем, которая просто будет разрушать. Поэтому вы должны посмотреть, ваши отношения, они ведут вас к наполнению, они ведут вас к вдохновению, они ведут вас к созиданию или наоборот. Вы понимаете, что там, 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 там вы только теряете и расточаете. И третий момент, он, наверное, самый важный. Разделяет ли этот человек ваши ценности? Разделяет ли этот человек ваши ценности? Посмотрите на ваши отношения. Вы постоянно спорите или вы можете говорить о каких-то вещах, и вы находите единство? Как узнать вопрос ценностей, какие у человека ценности? Вы знаете, здесь очень простая схема. Общение. Общение. Когда вы общаетесь, период, когда вы встречаетесь, вы общаетесь по-настоящему. Не просто о каких-то пустых вещах, не просто говорить о том, что вы чувствуете, а задавайте прямые вопросы. И лучше всего во время общения, когда вы встречаетесь, вам поднимать вопрос ценностей. И вот здесь вы увидите, насколько ваши ценности сходятся. Дело в том, что даже христианин и христианка могут иметь разные ценности. Ценности в подходе взгляда на семью, ценности на воспитание детей, разные ценности на отношение к деньгам, разные ценности на отношение к здоровью и к внешнему виду, разные ценности к автомобилю и так далее. То есть вам нужно желательно до брака, до того, как вы вступите, вот посмотреть на ценности. Это очень важно. Потому что когда в браке уже вы будете говорить, уже будет немножко поздно. Потому что после заключения завета друг с другом вы должны понимать, что обратного пути нет. Вы заключили с этим человеком завет. И потом говорить, а я-то думал или я думал, что ты по-другому воспринимаешь, уже поздно. Поэтому как раз вот этот процесс до брака, вы должны заниматься обсуждением ценностей. Я очень сожалею о тех браках, которые на моих глазах разрушаются, или я вижу несчастных людей. И вы знаете, они просто спешили. И когда мы с ними беседовали, они говорят, да мы уже все поняли, давайте нас быстрее пожените, мы уже хотим быть как-то вместе. А потом начались серьезные кризисы. И кризисы начались тогда, когда касается вопрос ценности. Оказывается, у нее такой взгляд, а у него такой. И хочется спросить, а вы, Добрак, чем занимались-то? Вы вообще общались друг с другом? Или просто говорили, что любите, и вы такие классные и супер выглядишь? Это время для того, чтобы вы могли сформулировать ценности, могли узнать у своего будущего супруга его ценности. И если вы понимаете, что у вас совсем радикально расхожие взгляды, то вам нужно задать вопрос, а стоит ли с этим человеком вступать в брак? Может быть, не стоит спешить? Поэтому общение нужно строить и задавать правильные вопросы. Какие ценности могут разрушать семью? Вы знаете, на самом деле, подходы, как я уже сказал, они могут быть разные. Ценность даже воспитания детей. Казалось бы, дети должны принести радость, а у мужчины одни, у женщины другие. Мы, например, когда готовим к браку, мы обязательно проводим с теми людьми, которые пришли, анкету. И как раз в этой анкете поднимаются вопросы ценностей. И вы бы видели, как это работает. Вообще глаза вот так округляются, когда они начинают отвечать. И там девушка может посмотреть на парня, ты серьезно? Он говорит, ну да. То есть, и кажется, ну, представь, а если это в браке, да? Ты серьезно? Да, я вот такой, я так думаю. Вот, конечно же, мы сразу же говорим, что в вопросе ценности речь не может идти о том, что верующий может построить семью с неверующим. Мы говорим о том, что здесь фундаментально разные ценности. И здесь, конечно же, существует сегодня много разных мнений, что почему нет. И истории рассказываются, что вот она вступила в брак, и они вроде счастливы, и он стал христианином. Возможно. Но я, честно говоря, не представляю, есть и разность ценностей. У нас, например, есть такая пара одна, он буквально заявил мне следующее. Мы позвали их провести время в общении. И мы сидели, кушали, и я говорю этому парню, а он влюбился в девчонку с нашей церкви. Она вроде не против ему симпатии какой-то воздать. И он такой говорит, я готов делать все, что она скажет. Я говорю, что ты готов делать? Он такой говорит, я готов молиться. Я говорю, ну как ты будешь молиться, если ты не верующий? Он говорит, я атеист. Он говорит, я настолько ее люблю, что я буду молиться с ней. Я говорю, ну как ты представляешь себе? Она же будет понимать, что ты просто лицемеришь. Ну да, но я готов так делать. И я, знаете, Он вполне искренне это заявляет, но это сегодня. А что будет дальше? Я думаю, что он просто устанет играть в эту игру, и уже потом он не будет с ней молиться. А потом он будет говорить какие-то уже совсем другие вещи. Поэтому мы точно говорим, что вопрос ценностей, верующий, неверующий, или человек из другой религии, они просто будут расхожие. Потому что наша ценность — это Христос. Наше будущее — оно прекрасно. И если мы будем понимать, что у нашего супруга другие ценности, то как мы сможем договариваться? Понятно, что люди порой бывают мудрые и где-то любящие и принимают ценности друг друга. Но когда ценности одинаковые, то тогда этот брак приносит радость. Этот брак приносит такое невероятное счастье и удовольствие. Потому что семейная жизнь, мы же понимаем, что она не просто складывается из каких-то только одних светлых моментов. То есть бывает множество моментов, когда не так все просто. Итак, вот эти три совета. Следующее, что бы я хотел сказать, если можно так назвать, новый взгляд на отношения до брака. Следующий момент я бы хотел сказать о... вот той дистанции, которую часто задают. А как общаться до брака? Ну, что позволительно, что нет. Я бы хотел несколько моментов обозначить, которые, считая важным, они взяты из седьмой главы книги-притчей. Если у вас есть, можете открыть. Седьмая глава книги-притчей. Здесь я бы взял несколько принципов. Дело в том, что сегодня, в наше время, оно, если можно так, пропитано сексом. Характеризуется оно именно так. То есть сегодня, ну, как будто бы у людей сорвало крышу. То есть сегодня на каждом плакате, даже то, что рекламируют шиномонтажки, стоит какая-то женщина в купальнике и показывает, что вот здесь шиномонтаж, здесь делают колеса. И ты, если подъедешь, то там никакой женщины не будет, соответственно. Там будет мужик грязный. Вот, но реклама, она вот запилена именно вот таким вот образом. И поэтому сегодня, я думаю, очень важно говорить, по крайней мере, сколько мы работаем с подростками, с молодежью. Я понимаю, что это очень важная тема. Я бы хотел вместе с вами сегодня вот просто седьмую главу книги-притчи посмотреть. Это советы, как строить отношения, когда мы уже идем к браку. Вот у нас, например, с женой вот этот год, то есть этот был год, когда, понимаете, вроде бы церковь даже дает зеленый цвет и говорит, ну да, вы готовитесь к браку. Поэтому мы встречались, где-то общались. И все равно влечение телесное, оно было, его никуда не деть. И вот я так благодарен Богу, что он просто помог нам сохранить друг друга до брака, потому что поводов, моментов было много. И есть определенные истины, которые нужно принять. Итак, седьмая глава книги-притчи. Шестой стих. Не знаю, у нас там ничего не выводится, да? Хорошо, тогда, я надеюсь, вы нормально воспринимаете. Итак, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и видел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. Итак, первое, это Соломон описывает некоторую ситуацию, которая произошла. Вымышлена она или настоящая, мы не знаем. Но он говорит, что вот неразумный юноша. Первый момент, смотрите, неопытный, неразумный, молодой, неразумный, юноша. Дело в том, что мы с вами должны понять, что когда мы говорим о мужчинах, когда мы говорим о парнях, у них есть определенная страсть. И когда мы разбираем вот эту тему, как они относятся к девушкам, то мы сразу, ну, мы должны понимать, что у них есть, вот каждого практически можно охарактеризовать неопытный, молодой, неразумный. Потому что, когда парень влюблен, у него как будто бы отключается разум. Вы знаете, я не думаю, что сегодня те молодые пары, которые готовились к браку и согрешили, что они как-то все это планировали изначально. Нет. Я абсолютно думаю, что любые люди, которые вступают, готовятся к браку, они хотят сохранить чистоту. Но допускают вот эти ошибки, о которых мы с вами сейчас поговорим. Итак, опасные условия. Посмотрите, восьмой стих написано «Переходящего площадь, близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее». Первый момент – неудачное место. Что происходит? Он шел близ угла ее. Здесь речь идет о женщине, которая была, по сути, развратной. Но мы смотрим на принципы отношений, которые могут быть. И первое – это опасное место. Опасное место, когда строится отношение до брака. Если мы посмотрим с библейской позиции, то мы не должны уединяться. Не должно быть таких мест, где мы можем остаться один на один. Да, мы можем быть такими смелыми и сказать, что мы подготовленные, мы выдержим, мы духовные и так далее. Мы, если что, сможем потушить этот пожар. Но смелыми, друзья, нужно быть, когда мы хотим рассказать Евангелие. А здесь мы почему-то не смелые. Ну, в этом случае почему-то возникает такая уверенность, что у нас все нормально. Кто подходит к такому искушению и уединяется вместе, тот не смельчак, а дурак. Вы рискуете попасть в ловушках. Вы знаете, вы уже практически как рыба, которая, знаете, она проглотила уже крючок, но она еще не вытащена, не поймана. Поэтому место, опасные места. Следующее, посмотрите, мы читаем следующий текст. В сумерках, вечер дня, в ночной темноте, во мраке, опасное время. Опасное время, которое характеризует вот этого юношу и эту женщину. Сумерки, вечер дня, в ночной темноте, во мраке. Поэтому не допускайте то время, когда вы уединены. опасное время. Все это еще в приглушенной такой обстановке. Знаете, приглушенный свет, укромное местечко, то риск согрешить. И практически гарантированно, что согрешите. Мы с вами дальше читаем. Навстречу к нему женщина в наряде блудницы. С коварным сердцем, шумливая, необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она оковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои, поэтому и вышла на встречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Опасные разговоры, друзья. Акцент на чувствительность, посмотрите, а что она говорит? Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила с мирным и алоем, и корицию. Зайди, будем упиваться нежностями, ласками до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Посмотрите, акцент на чувствительность, она говорит, так все прекрасно и готово. Так все прекрасно и готово. Поэтому, когда мы говорим про отношения до брака, мы, вот я подчеркиваю всегда, что вот эта сексуальная чистота, она должна, она должна быть в особом фокусе. Может даже не по тому, что мы сегодня в такое время живем, это писал Соломон. Но сегодня распущенность, оно еще большее, вот это влечение, какой-то акцент на телесность, оно выступает на передний план. Поэтому эта женщина говорит, смотри, как все классно. Мы с вами устроены такими чувствительными. Поэтому вот акцент на чувствительность, она дает. Дальше посмотрите, какими словами она это говорит. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Дело в том, то, что как общается парень и девушка в моменте подготовки к браку. Очень нужно быть мудрыми. Особенно я хотел бы это послание адресовать девушкам, потому что я уже рассказывал свою историю, когда моя жена писала мне буквально какие-то моменты, что с любовью во кресте я совсем по-другому это воспринимал. Поэтому, девушки, от вас очень многое зависит. Очень многое зависит. вот в этом процессе. Как вы говорите и что вы говорите? Интересный тут момент такой. Он пошел тотчас за ней, как вол идет на убой, как олень на выстрел, да коли стрела не пронзит печенью его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Здесь какой момент поднимается? Птица, как и любое другое животное, не могут осознать последствия того, что происходит. Последствия могут осознать только люди, которые имеют мудрость. И вот, когда парень и девушка строят отношения, и они остаются один на один, и чувственно, как, знаете, вот эта похотливая природа берет свое, то здесь очень важно сохранить разум и думать о последствиях. Зачастую сексуальная похоть, она имеет под собой основание такое здесь и сейчас. Зачем откладывать? Зачем ждать? Особенно попадаются в ловушку следующего, следующего, знаете, такая логическая ловушка. Но если все равно мы с тобой будем мужем и женой, то почему нам нельзя сейчас? Отключается разум. Птичка не может оценить последствия, но нам нужно понимать, что последствия есть. Почему мы храним ведрость? Почему мы храним целомудрие? Да потому что мы верим, что Бог так нас этому учит. И потому что мы хотим, чтобы было благословение в браке. Дальше мы с вами читаем. Дальше мы с вами читаем. Так, конспект у нас ушел. Следующий момент. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои скрой у себя. Храни заповеди мои и живи и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижалях сердца твоего. Сделай заповеди своими убеждениями и остерегайся греховных ловушек. Это то, о чем я хотел, чтобы мы с вами могли поговорить. Итак, это вопросы, которые касаются выбора того человека, с кем строить отношения. Если вы выбрали уже и понимаете, что с этим человеком я хочу строить отношения, то следующий ваш шаг, который учат в церквях, это вы должны объявлить о намерении вступить в брак. И уже когда вы объявили, то вам нужно держать фокус на том, чтобы ваши отношения не перешли в греховную часть. И мы с вами поговорили немножко о том, как хранить себя в чистоте. В принципе, это все, что я хотел сегодня передать. Может, есть у вас какие-то вопросы? У нас буквально 5 минут. Да, конечно. Если у человека, смотри, здесь говорится о принятии больше о характере или о внешности, о ценности, ты не можешь принять его ценности. Но если они, например, не библейские, как их можно принять? Практически невозможно. Вот поэтому ценности, может ли быть расхождение в ценностях? В некритических, да. Ну, например, у моей жены, у меня, моя семья достаточно скромно жила. Вот. Так как отец страдал алкогольной зависимостью, то все, что зарабатывал, все деньги в семье, это были те деньги, которые заработала мама. И мы очень скромны. То есть, мама там выбирала, что купить, что подешевле и так далее, и так далее. Тогда не было больших гипермаркетов. У моей жены все по-другому было. Ее мама держала магазин, который находился около ее дома. И продукты моя жена покупала примерно так. Так, мне вот это, вот это, вот это, вот это. Ага, Танечка, распишись. Ага, спасибо. Чик, забрала и ушла. И, соответственно, когда мы стали жить вместе, я понимаю, что что-то какая-то ерунда. Я говорю, а сколько это стоит? Она такая, я не знаю. Я говорю, как ты не знаешь, сколько это стоит? То есть, у нас просто, ну, по-разному, ну, какие-то моменты здесь были. Вот. Но они, ну, не совсем критические. То есть, мы с этим сошлись. Вот. Где-то я уступил, где-то она уступила. Вот. Поэтому, но есть ценности, которые нельзя переходить. ну, скажем так, для кого-то ценность карьера, для кого-то служение, то это может быть проблемой быть. Ну, например, у нас один из таких конфликтов в браке уже был, это когда, когда моя супруга выговорила мне о том, что, ну, что нужно жить лучше, ну, с точки зрения материальной. Я в то время, знаете, тогда был в какой-то миссионерской поездке, и мне это было настолько не вовремя услышать, что меня это очень сильно ранило. И я говорю, слушай, тогда, ну, что, я оставляю служение, все, звоню там старшего пресс-фитера, говорю, пускай убирает меня с пресс-фитерского служения, пойду работать. Она говорит, нет, нет, я не это имела в виду. И понимаете, то есть, ну, где-то происходит накладка ценностей, но когда люди могут адекватно реагировать, то мы можем принимать отчасти ценности. Но есть такие, которые разводят. То есть, если бы моя жена продолжила топить дальше, и говорит, нет, все, я хочу жить лучше, я хочу жить больше, вот у них фотосессия осенняя прошла, у меня не прошла, мне нужна фотосессия осенняя срочно, вот, то тогда, то тогда, ну, был бы конфликт. И, честно говоря, его сложно было бы как-то уладить. Поэтому в ценностях, о ценностях нужно обговорить. Есть те ценности, которые, ну, разъединяют. И как раз вот в момент, в момент подготовки к браку стоит скорректировать эти ценности. То есть, буквально, понимаете, они же, ну, ценности имеют способность корректироваться и изменяться. Поэтому задача программы подготовки к браку, например, у нас в церкви, это если мы увидим, что ценности разные, помочь каким-то образом подготовить пару к тому, чтобы они могли принимать друг друга и где-то уступить один другому. Чтобы это не было такой болезненной точкой. Хорошо, еще есть какой-то вопросик? Да, что-нибудь, давай. Все, от тебя один вопрос. Нет? Все, нету? Давай, давай. Источают или помогают? Вопрос про наши отношения, да? То есть, если мы уже, ты встретил человека, с кем ты общаешься, то это вопрос, который, например, оценивает то, как ты себя ощущаешь в общении с этим человеком. Когда ты общаешься, когда, ну, ваши отношения идут, то есть, ты чувствуешь воодушевленность, знаешь, как бы, что ты обогащаешься от этого человека. Или наоборот, он тебя опустошает. В том плане, что, например, ты настолько, ну, иллюстрация, например, ты перестаешь даже заниматься служением, потому что ты весь погряз, ну, не то, что погряз, а ты весь, весь в этом человеке. То есть, и ты понимаешь, что как будто бы у тебя все забирается, и ты теряешь, теряешь и теряешь. Теряешь где-то, может, даже финансы, и ты уже не понимаешь, что, ну, ты можешь где-то, копить, и у тебя продолжается жизнь, и, возможно, это не твой человек, а ты вот все начинаешь истощать. Это и материальные какие-то вещи, и эмоциональные. То есть, бывает общение, которое не приносит, знаешь, не то, что радости, а не приносит, то есть, все равно возникают какие-то конфликты. И вот зачастую люди, они могут быть вроде бы вместе, они вроде говорят, что любят друга, но не конфликтует. Вот у меня недавно один мужчина приходил, он говорит, слушай, он вообще неверующий, вот, остается со мной, просто она его шантажировала и говорит, что покончит с собой, если он ее бросит. И он говорит, что мне ей сказать? Вот, и мне пришлось с ним беседовать. Вот, понимаешь, вроде отношения какие-то есть, но ты понимаешь, что они тебя больше разрушают, больше истощают уже. Вот поэтому, это, нужно задать вопрос такой, потому что есть просто какая-то привязанность между парнем и девушкой. Вот, и люди уже идут на таких парах, а уже эти отношения ничего созидательного не имеют. Вот здесь надо честно задать вопрос, и если ты чувствуешь, что ты истощаешься и теряешь, то тогда, может быть, стоит эти отношения прервать. То есть, мы говорим о том, как поставить на отношения до брака по-новому. Вот, поэтому, может быть, если ты в такой стадии, то стоит остановить отношения. Спасибо. Спасибо. Угу. Угу. Поймите, что да, у нас есть отношения. И иногда, вот я не знаю, ты сказал уже, если поздно. Ну, я думаю, поздно, то когда уже в браке. Вот если до брака, то еще ничего поздного нет, поздно нет. И лучше отказаться от каких-то отношений. Иногда уже здесь, да, скованы люди обещаниями какими-то. То есть, ну, мне, она уже не очень, ну, я не хочу дальше строить, но как бы не хочу обидеть. Уже вроде и родителям что-то пообещал, и ей понаобещал, и так далее. Друзья, поздно уже в браке. До брака не поздно. Поэтому очень важно задать эти вопросы. Задать эти вопросы. Я готов или готова принять этого человека и прожить всю жизнь, не меняя, то есть с таким, который он сейчас есть. А возможно, что какие-то вещи будут хуже. Человек будет стареть, болеть и так далее. Наши отношения вдохновляет, истощает или наполняет. И вопрос ценностей. То есть это то, о чем нужно поговорить до брака. И вот, понимаете, то есть, например, встречи, это же не просто там вместе поесть как-то, посмотреть друг на друга. Это общение. Поэтому вот до брака стоит строить отношения, основанные на общении. И вот не упускать это возможность. Не просто поговорить, какое кино тебе нравится. А тебе вот больше синий цвет или розовый. Какие бренды. Это все второстепенно. Есть вопросы, о которых нужно поговорить. Ценности обязательно проговорите. Ценности обязательно проговорите. И чем больше вы друг с другом пообщаетесь об этом, тем будет лучше. Просто вы будете в конце концов понимать. Вы будете человека узнавать по-другому. Ага, хорошо. Еще один вопросик буквально. Ой, если нет, я так рад. Все супер, сейчас будет кофе-брейк, перерыв. Давай. Да, хорошо, я понял. Если есть какой-то идеал в голове, и вот человек вроде почти похож, но чуть-чуть не похож. Можно ли оставить эту цель, изменить человека? Принятие имеется в виду то, что каким бы человек ни был, ты будешь любить. Он может становиться лучше, может становиться в чем-то хуже. Но ты уже приняла решение любить. То есть, понимаете, здесь такая связь идет, когда мы вступаем в брак, то есть мы заключаем союз и завет. Что что бы там ни было. Помните этот брачный завет, он так и звучит. И в горести, и в радости. Поэтому ты принимаешь человека на основе того, что ты уже видишь. Поэтому я, например, про быстрые браки, ну, я знаю примеры счастливых браков, ну, когда уже Господь вел, открывал, то есть есть такое. Но я бы здесь предложил, чтобы вы могли друг друга узнать. И то есть тебе нужно принять, как этот человек ведет себя, например, когда давление у него. То есть если, например, ты видишь, как ведет машину, его кто-то подрезает, если там начинается, ах ты, козел, и так далее. То есть, ааа, интересно. Или как человек идет на день рождения, да, кому-то, то есть у тебя такая широкая душа, там, а он там, вот тебе носки, там, что-нибудь такое. Ну, то есть, а ты знаешь, что у него была возможность что-то другое купить. То есть, ааа, интересно. То есть, и вот такое принятие, понимаете. И здесь уже понятно, что совершенства не будет. Но когда будет в браке приходить любовь, вы знаете, вот я, мы с женой 19 лет, и вот у нас есть этот восторг друг от друга. Просто потрясающий. Я понимаю, что она не совершенства. Я не совершенства. Но такое принятие идет. То есть я просто в восторге от того, какая у меня жена. Вот, поэтому речь не идет о совершенстве. Но не будь разочарована своим идеалом, может быть, вот так вот, да, что я его изменю. Как изменишь, не знаю. То есть нужно уже сейчас быть готовым, что вот за такого человека я не за идеал свой выхожу замуж, он станет лучше, богаче, он закончит университет, он скоро будет на той работе, тогда будет все лучше. Ничего подобного. То есть уже сейчас нужно принять. Вот. Ну, и здесь понятно, что это до брака весь этот процесс. Поэтому сейчас я готов принять, прожить всю жизнь с этим человеком. Такой, какой он есть. Если да, то тогда зеленый цвет. Если наши отношения наполняют, зеленый цвет. Если наши ценности сходятся, зеленый цвет. Вы можете вступать в брак. Может, кажется, все это просто, но трудно что-то еще туда добавить. Вот. Ну, а в подготовке к браку уже, когда у вас уже была помолвка, то вот эта тема сексуальной чистоты, она очень важна. Она очень важна, чтобы не перейти эту грань, потому что в этом кроется Божие благословение. Вот, друзья, ну что, предлагаю в завершении помолиться. Вот у нас еще... Так, еще один вопросик? Ну, давай. Давай. Продолжительность имеется в виду? Да, продолжительность. Ой, а это как будет от интенсивности вашего общения? Вот, но я не скажу, какое время. Просто если вы общаетесь по-настоящему, и у вас, ну, общение достаточно глубокое, которое поднимает вопрос ценности, а не просто каких-то там симпатий и так далее. Если у вас вы пережили вместе, вот здесь тоже важный момент, вот на этой стадии, пережить вместе. Например, я со своей женой, мы пережили вместе разные форматы служения. А ты понимаешь, что когда ты служишь Богу, не все так гладко. Знаете, миссионерская поездка, или лагеря, или что-то еще. Ты видишь человека, какой он есть. Понимаете? Потому что быть классными мы можем, но до определенного времени, пока наш комфорт не наружит, да, наши ценности не коснется. Вот поэтому, если у вас были какие-то мощные потрясения, и все это вы прошли быстро, ну, что ж, ну, может быть и неделя, может месяц. Но если, как бы, отношения складываются более вялотекуще, то тогда, ну, может быть, и длительное время какое-то. Вот здесь уже, ну, нет временных рамок. Здесь есть достигнуты ли цели или нет. То есть я понимаю, что за человек передо мной. Я понимаю, какие ценности. Я готов или готов принимать такого человека и готов прожить с ним всю свою жизнь. Понимаете, внешность меняется. Настроение меняется. Характер трудно изменяется. Поэтому, ну, вот я вступаю в брак за характер. Ага. Не, вообще крутой вопрос. У нее откровение. Но у тебя тоже должно быть откровение, наверное, что... Ну, вот, знаете, вот я так скажу. Не стоит быть радикалом и, знаете, так говорить. Ну, это чушь полная. Потому что, ну, вот у меня несколько есть примеров. Когда я общался с людьми, со старшими там. И вот, например, на старший епископ у него было откровение, что это его жена, что что-то во сне его там приснилось. И он ей это сказал. Они вступили в брак. Что-то они там 500 лет вместе живут. Там куча детей у них там. Ну, то есть, для меня это немножко странно. Так, да, что это такое? То есть, у меня другой путь. Поэтому, может быть, и такой. То есть, ну, мы пишем более понятный такой, вот, разумный такой. Вроде то, о чем стоит поговорить. Потому что, ну, поставить на брак, на подготовку к браку, именно с позиции вот этих, например, шагов, это хорошо. Если ты этого не делаешь, то ты просто руководствуешься чувствами. Ой, он классный, она классная. Так хорошо будем вступать в брак и так далее. Ценности не решили, отношения не совсем понимаем. Они нас вдохновляют, опустошают или наполняют. И, ну, как бы, сейчас, да, я вот за такого готова там, вот. Ну, да, он несовершен, но изменится. Я вам помогу и поменяться. Вот поэтому эти вопросы просто помогают для того, чтобы, ну, зеленый цвет вам дать или красный, остановиться в этих отношениях или развивать. Вот. Только для этого. Ну, вот, в принципе, все. Помолимся? Давайте помолимся. Отец Небесный, Владыка, Господи, мы стоим при Тобою и благодарны Тебе за то, что Ты создал брак и отношения. Господь, и желание каждого, кто здесь на семинаре, кто еще не в браке, чтобы брак был счастливым, чтобы найти того человека, с которым можно служить Тебе, поклоняться Тебе, воспитывать детей, быть счастливым. Господь, я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, чтобы каждый из нас вот уже в Тебе мог иметь это счастье и мог в Тебе иметь радость, восторг, полноту жизни. Господь, я прошу Тебя, благослови, чтобы каждый мог, если строит отношения с противоположным полом, чтобы мог четко оценить, готов ли он с этим человеком жить всю жизнь, готов ли он принять его таким, какой он есть. Отношения вдохновляют или, наоборот, где-то опустошают. Боже, и чтобы были обговорены вопросы ценностей. Боже, я прошу Тебя, сохрани каждого от того, чтобы не согрешить, чтобы не обесчестить брак, Господь. Прошу Тебя, благослови и будь прославлен во всем наш Бог и наш Царь. Отец Индух Святой. Аминь.